приветствую друзья на канале про геймер телевизион с вами сафир 3 тройки у нас 173 серии приключений геральда ведьмак 3 дикая охота дополнение кровь и вино ну что ж вперед давайте посмотрим во что мы сегодня поиграем здесь так мы находимся в подвале своего свои винодельник корова бьянку давайте глянем что у нас тут заданием так тут перед этим мы наверное выспимся и получим статусы отлично итак что у нас есть задание так нас остался гвинт большой турнир в бок лере так и и о боже у нас больше ничего нету то есть у нас есть еще один усасательный знак и кстати нам посоветовали соответственно разобраться с нашей колоды карт гвинт так как мы поставили но совершенно ненужные карты конечно я согласен просто так понакидал совершенно обычные карты давайте посмотрим какие они обычно с другой стороны вот эти карты они же друг на другом умножаются у нас их всего 2 нам а слушайте я вообще даже ничего не поставил так статус маргарин давайте начать уберем болен хрень знает мороз минуты давайте маргарин возьмем так и давайте посмотрим что мы можем сделать так смотрите смотрите типа литика так так ну это хорошая карта наверное мордюм надо побольше поставить тогда Берденобран Не знаю, честно Вот это хорошее Блин Вот эти обычные Я даже их ставить не буду Берсерка поставим А, все, вот эти, да, четверки Про эти мне говорили, скорее всего Ум, безбезумные Поставим, конечно же Так Давайте, наверное, теперь Тадазии будем искать Наверное, обычная Казина нахрен нам не надо Бардрем нужно Хотя тоже опасно С мордремом, но Ну, вдруг мне не попадется ничего такого Ну, ладно, давайте Я думаю, что Мы, наверное, в следующем стриме уже будем Смотреть Чемпионат Боклера По гвинту Колоды Скеллиги А в этот раз, давайте мы У нас осталось Один восклицательный знак Вот он И, наверное, это здесь все Можно, наверное, парочку Троечку открыть И знаков вопроса И после турнира в гвинт Наверное, мы можем уже идти Выполнять последнее задание Это значит, что В скором времени Нам придется прощаться с Ведьмаком Что, конечно, очень жалко Игрушка, конечно, очень классная Ну, здесь уже будем ждать Киберпанк Хорошо, что вы вернулись Люди, люди, что ж я делал Мастер-Ведьмак Вот удача У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был Несколько лет назад Когда вы в прошлый раз были в Баклере Я тогда оказался немного на мели Помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время Что-то припоминаю К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались Но я отложил ваши деньги И открыл для вас счет Ха Какой еще счет? Сберегательный В банке Чен Фанелли Просто зайдите к ним И заберите свои деньги Думаю, сумма уже набежала немаленькая Спасибо Зайду при случае Клиент всегда прав Так, давайте-ка посмотрим Итак, клиент всегда прав Однажды Геральт встретился со странным знакомым Владельцем винодельни Для которого когда-то Ведьмак выполнил несколько заказов К сожалению, в те давние времена Заказчик был не платежеспособен А позже, рассчитывая однажды вернуть Ведьмаку его плату Открыл для Геральта счет в местном банке Достаточно было просто пойти и снять деньги Ну что ж Давайте просто пойдем и снимем деньги Даже будет интересно Вот так индивидуум А шпатит Бородишься таким страшилось И ничего уже не помог Эй, рыцари! Там мы! Храдяне! Гваряне! Йооо Банк Чен Фанелли Какое-то итальянское название Ох ты, ё-моё, начнется Могу я чем-нибудь Приветствую в банке Чен Фанелли Из 10 чужих деньгах Мы заботимся как о собственных Чем могу служить? Мне нужно обменять деньги Ну конечно же Так, 585 крон обменяли У вас открыт мой счет Я хотел снять с него деньги Конечно Ваше имя? Геральт из Ривии Минуточку Мне нужно заглянуть в бумаги А паспорт или какой-то документ Документ удостоверения личности Что, просто так? Опять кошка Мне кажется Что-то случится, нет? Ничем не смогу вам помочь Чрезвычайные обстоятельства, понимаете? Владелец счета официально числится умершим Как видите, это уже не актуально Должно быть, произошла ошибка Чтобы восстановить доступ к вашему счету Нужна справочка А38 Обратитесь в первое окно За сопутствующей информацией Ну ладно Бюрократия началась Ну пусть поедет Приветствую в банке Чиан Фанели Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее Чем могу, уважаемые? Я хотел бы вновь открыть банковский счет Мне нужна справка А38 Это не тут А не знаете, где я могу ее получить? Хм Дайте подумать Может наверху в секретариате Или внизу в архиве Придется поспрашивать Будем спрашивать Так, ладно В архив Могу я чем-нибудь помочь Смотри 22 параграмма Красивый банк Как без очереди? Извините, позвольте пройти Сейчас Вас тут не стояло Куда? Приветствую в банке Чиан Фанели Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных А клиент всегда прав Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А38? Конечно, разумеется Форму 202, пожалуйста Форма 202 Понятно А где я могу получить такой документ? Сейчас я вам все объясню Справку А38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 На основании распоряжения номер 60 Прошу, пройдите к окну номер 1 Так я только оттуда пришел Неважно Сейчас вернусь с формой 202 Куда вы лезете? Куда вы передо мной лезете без очереди? Никуда я не влезал Я здесь стоял с самого начала Да Сегодня уже трое таких было Каждый так говорит Я этого не потерплю Сейчас я тебя научу к культурному обращению Он что дебил? Пробуй только Эй, господа Хотите поскандалить? Милости прошу наружу Пойдем Выйдем Блин, что за идиот, а? Дальше Дальше Ой, давай, блин Тебя научу вежливости Сейчас я там тебе урок смирения Блин, фак я его Держи Ленник, фор Тебя научу вежливости Слушай, а что за фигня есть? Я тут понимаешь, тренеру с самого детства А он меня с самого удара там Сейчас я там тебе урок смирения Блин, 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 блин Слушай, один удар Поставь, фак ты че, ты рожешь Ох, 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 ох Охренеть Я тебя научу вежливости Сладный крюльев Подгрузил Сколько Ну, кажется Объяснили Друг Мас тут не стояло Закрой пасть Сейфовые ячейки чайной фанели Времена тяжелых денег могло бы быть больше А вдобавок ко всему Воры только и ждут Когда вы на секунду отвлечетесь К счастью Банк чайной фанели Нашел для вас выход Арендуйте одну из наших банковских ячеек Защищенных не только от типичных методов взлома Но также от магии и телепатии Не ждите Защитите свои ценности уже сегодня Хорошая реклама Давайте посмотрим Что на Столько денег Да, а в чем дело? Чего угодно Архив Посмотрим, что есть в архиве О, банкер Вам чего? Тут люди работают Мне нужна справка А38 Могу я у вас попросить такую? Ты глянь, уважаемый У меня как раз кончились Погодите Правда? Да где там? Правду сказать У меня никогда ничего такого и не было Тут архив А если бы я, скажем, предложил Небольшое подношение В пользу одного работника? Взятка? Ты, уважаемый, что тут? Я же правда ничем не могу Тут архив Мне требуется форма 202 Что ты мне тут, уважаемый, с этим формуляром лезешь? Нету у меня Тут архив Ничего тут нету И ничем не могу Я больше не буду Да-да, все так говорят А как будешь наверху, уважаемый Так и скажи им Чтобы мне не присылали Кого попало Со всяческой глупостью Тут люди работают Там жара Банковские правила и процедуры Том 15 Представление кредита для предоставления кредита требуется сертификат Б-43 Подробное описание документов Сертификат Б-43 документ, подтверждающий платежеспособность заемщика Выданный на основании формы 213 и сертификата ДД Форма 213 Форма, выдаваемая по предъявлению двух свидетельств Свидетельство С и свидетельство Х Подобное описание этих документов Смотри, банковские процедуры Том 13 Сертификат ДД выдается заемщику после удачного прохождения процедуры 222 Ибрида Ибит Слушайте, какой-то бред вообще просто Наверное, вот за все время ничего не поменялось Сейфовые ячейки чай-фанели Времен... А, ну, слушайте, это уже мы считали Все в порядке? Наш бас, гордость Баклера Нет, куда она еще пошла? Запах лака для волос Можно пройти по нему Нет, куда она еще пошла? Запах лака для волос Можно пройти по нему Слушайте, это какой-то бред Нет более безопасного места, чем... И представляешь, дорогая Она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами Так... Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один С буфами? Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь А, это вы? У меня тут такой белый Перерыв у нас Говорят же, как человеку Нет, не понимает Сести, подождать до конца перерыва Нет более безопасного места, чем на доме Придется подождать У них перерыв А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38 Хотя сейчас уже кажется форму 202 Форму 202? Легче легкого Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П Раз уж мы все равно здесь ждем Может, партиечку в гвинт? Вот блин Почему бы и нет Сыграем Вот это я понимаю Уже сдаю Блин, вот дебил Так, я буду кролесом севера, конечно Фак Блин, только повезло Так, отлично Лютик, отлично, отлично Так, здесь могло бы быть и получше Твою мать Блин, нет тут нету Фак Хуже быть и не может Вы что творите, а? Так, слушайте Ну ладно ох да дудит их свою дуделку сколько угодно так какого знаете такой щенка будто он прям знает что у меня будет давайте я захожу тоже происходит я ничего не понимаю зачем он тут делается зачем вообще это сделал хотя блин он крутой типа тип у нас есть так противник спасавал тварь вонючая ну блин он услышите но супер вот так пойдем отлично нет фак теперь у него тут шесть карт так давайте побольше сейчас ходу будем пропускать посмотреть что он сделает вот 27 но у меня как бы больше шансов выиграть все . блин я так боюсь ходить это прям какой-то пипец вот кстати можно защитить свою карту двенадцатью точно блин а как в воду глядя ах ты гнида у меня последняя карта надеюсь это не какой-нибудь ужас о да блин я выиграл сумасшедший дом блин вон вижу вы искушенный игрок мои поздравления в награду могу вам выдать свой способ борьбы с бюрократией с ней ведь иначе нельзя должен быть особенный способ я кажется видел все попытки очаровать гипноз подкуп ничего не действует а если ничего не действует что делать то быть милым так просто и просто так видите ли мой друг сидит такая женщина в этом окошечке по двенадцать часов и никто ей даже доброго дня не пожелает а если вы мой друг еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи дело решится за три минуты ну тогда попробуем удачи если честно я думал что это будет задание на пять минут приветствую банки чан фанели здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее чем мы не можем а нельзя было сразу сказать что к справке а тридцать восемь нужна форма двести два я потерял на этом много времени вы уважаемые не возмущайтесь мне казалось это очевидно сейчас выдадим вам формочку фамилия ваша как будет геральт из ривии геральт из ривии сейчас найдем геден гемель вот геральт из ривии боюсь не могу вам выдать форму двести два что что заявитель официально числится умершим скажите уважаемый как же мне подавать такие данные я принес вам цветы в благодарность за помощь в моем деле но мне нельзя это действительно мне их цвет подходит к вашим глазам вы уважаемый просто очаровашка подождите тут минутку уважаемый пойду господину чан фанели может удастся что-нибудь сделать с этими бумажками а цветы я что в правом кармане что ли носил я им говорю не мешать но нет постоянно кто-то голову морочит кого я вижу сердечно рад мастер геральт давно ты нас не навещал я был немного занят но вот теперь вернулся и у меня к тебе дело разумеется чем могу тебе помочь у меня небольшие неприятности с банковским счетом я хотел снять с него деньги и никаких проблем сейчас все выплатим только понадобится еще кое-что да я уже слышал справка 38 и так далее без этого не получится но ты как я вижу ориентируешься в банковском деле так что мигом управишься чан фанели хватит отговорок выплати мне мои деньги немедленно но мастер ведьмак зачем же так нервничать сейчас все выплатим только сперва я должен увидеть необходимые документы у меня есть для тебя документ который значит больше чем все эти справки вот пожалуйста поручение от ее сиятельства да и на его основании я требую доступа к моему счету сейчас же да мастер ведьмак идем как там делишки мастер ведьмак не жалуюсь мои поздравления а у нас вот не очень торговля вином идет все хуже наверняка из-за этих фиглярских названий никто за пределами туссента не знает как выговорить скажем кодоблесю потому люди и стесняются упать готово ящик номер двести пятьдесят шесть с правой стороны в конце я номеров не вижу и чё там светится чан фанели ты что шутишь этот ящик пустой ну деньги должны быть в обороте так что как только мы узнали что ты умер то мы их сразу пустили в ход купили акции облигации инвестировали в развитие пары и виноделин вот все и разошлось назовем вещи своими именами ты просто меня обокрал да что вы мастер разве бы я посмел я посмел посмел и сейчас ты за это ответишь открой решетку мастер ведьмак я все отдам обещаю клянусь бородой моего батюшки неделя и не дня больше ты не пожалеешь я обещаю я все приготовлю а ты возвращайся через семь дней это чаша до свидания то есть мне сейчас семь дней сидеть и крутить да ладно блин ну давайте на улице как бомжара подождем так и так раз два три четыре четыре пять шесть семь и наверное еще раз давайте восьмой день на всякий случай ну все раз выручал благодарю будем считать мы квит и вот еще что прошу прощения за вынужденную замену ну ну держи себя в руках полчаса охренеть так давайте глянем что мы там получили меч инспектор охренеть плюс 45 вы чё оттупить слушайте тут любой меч он просто мощнее чем то что у меня есть что давайте мы глянем конечно же что вообще мы можем сделать так плюс 350 блин а стоп это здоровье так плюс 12 47 уровень плюс 2 42 8 так 14 вот смотрите школа кота он еще не он того же уровня ну ну плюс 28 урон офиге ну то есть ведьмачье оружие уже просто не котироваться плюс 56 вот так вот это да вот это да вот это да что еще есть да слушайте плюс 56 это конечно тема а из серебряного оружия вообще ничего нет так особенно на минуточку глян так ладно давайте мы последнее что сделаем забежим конечно же кузнецу и посмотрим что вообще можно купить прошу просьбой мальчик шалаше опа приветствую так 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 покажи мне свои товары так это все что мы продали тогда да так это какой у нас мечом стальной у ее чуть-чуть бы и продал плюс восемь блин а там сердце крови обливается когда продаешь так давайте смотреть что у нее тут ничего нет купить особо ничего нельзя удать но я думаю что здесь можно собирать доспех очень мощь специальные цены при покупке более десяти штук вот прям напротив так выше сюда сюда я так я конечно понимаю как он зайти на с обратной стороны скорее всего грубочайшие извинения так доспехи так с ними со всеми мы в карты играли нужны новые давай посмотрим смотрите какая одежда плюс 35 50 уровень она вся лучше чем то что на мне это как-то неправильно столько сил прикладывать чтобы просто найти и ну ладно здесь это все понятно тогда бывай бывай ну что ж друзья это было у нас 173 серии приключений геральда ведьмак 3 дикая охота дополнение кровь и вино с вами был сафиры три тройки на канале про геймер телевизион ставьте лайки подписывайтесь на канал ютубе всем спасибо и до новых встреч пока